Субтитры сделал DimaTorzok Еще кого-то из ребят с кем была под рукой, когда кого-то вытаскивали И очень возмутились И КГБшник ей сказал А вот ты, говорит, получишь больше всех Ты у меня там чуть ли не погон сорвала, пуговицу оторвала Вот она говорит, вы знаете, говорит И они стали садиться в лифт И вот они садятся в лифт Она говорит, а лифт больше 300 килограмм не везет А там 6 человек было Которые ее сопровождали И вдруг действительно лифт не едет И он говорит всем, выйдите Я сам поеду Она говорит, а вы меня не боитесь, я ведь такая Я ведь могу и вреже Что больше еще его возмутило И в дальнейшем она получила 12 суток Конечно, я понимаю, что Она получила эти 12 суток не потому, что она так себя вела А потому что она была со мной И все решили, что она моя девушка А я в это время уже отсидел 15 суток Месяцев 6 назад И, как говорится, был еще лысоватый И я получил 15 суток за организацию Пуримшпиля И второй раз меня в этом году по уголовному закону Нельзя было посадить Потому что это уже, по-моему, 201 статья Если два раза по 15 суток И вот Вывели меня Повели меня в отделение милиции Я зашел в отделение милиции Меня пригласили Я зашел, там сидит 5-6 офицеров Начальник милиции И он говорит Ну что, говорит, Девятов Вы вот Там были в кипе А здесь вы без кипы Ну, вы знаете, я Кипо одеваю в храме А у вас здесь не храм А мацу почему его раздавали Я говорю Это хлеб свободы А вот лекции вы подпольные проводите Нет, никакие не подпольные Мы раздаем наши бумаги всем, кто хочет прийти Пожалуйста, я могу вам организовать протекцию Хотите на следующую лекцию прийти Я вас приглашаю Он ошалел Он так отменялся Вот это Я приглашаю, говорю, вас на лекцию Повернулся к другому, который сидит Говорю, может быть, вы хотите К третьему клянулся Может быть, вы Или, может быть, вы хотите В конце концов он закричал Вон отсюда, вон Вот И Значит, я вышел И моя задача уже была такая Татьяну увезли А она из семьи Из семьи, которая хотела уехать Она не хотела ехать Она училась На математическом факультете Герцинского института На английском языке И Она могла пострадать И Я хорошо знал ее родителей Мне было очень неудобно Я чувствовал ответственность И вот в этой ситуации Мне надо было что-то делать Мне надо было ее найти Я собрал ребят Я собрал ребят А Да, я собрал ребят И Мы пришли к тюрьме Каляева У нас была своя система На Каляева Отвозили до четырех часов дня На работы На закрытые предприятия На Светлану На маловаренный завод На химические предприятия Подъезжали машины И мы остановились И девушки стали подходить Вот к тем машинам Которые подъехали И спрашивать у шоферов Скажите А вы с какого предприятия? Ну Шофер отвечал А мы там С С гробов Там где гробы делали Или мы там Со Светланой Или мы с маловаренного завода Или еще как-то Но И мы всегда могли Обнаружить Куда увезли человека Если его сажали в автобус Но вдруг мы увидели Что Татьяну не посадили Не в один автобус А только выехал В закрытый Кунг И повез людей То есть она уехала В этом Кунге В закрытой машине Тогда я пошел То есть я не знаю Интуиция мне подсказала Или уже опыт какой-то Я зашел напротив парикмахерской С коробкой конфет Подошел к заведующей Дал коробку конфет И сказал Помогите у меня невеста Попала на 15 суток И я хочу знать Где она сегодня находится Я сказала Пожалуйста Я сейчас дежурной позвоню Она позвонила дежурной И сказала Ее увезли на маловаренный завод И я поехал на маловаренный завод Поехал на маловаренный завод Очень вредное предприятие Жутко вредное Мыло делают В тех советских условиях Которые тогда были Это действительно Очень не здорово Но проникнуть туда было трудно И вдруг я увидел объявление Требуются электрики Я зашел в отдел кадров И сказал Господа Я прочитал Что у вас требуются электрики Я электрика Свердловского Станкостроительного объединения И разъездной характер работы Мне ужасно надоел Помогите Ой нам нужны люди Ой нам нужны Ой как хорошо что вы пришли Мы вас берем Я же не могу брать мешка Кота в мешке Я же должен посмотреть С чем я работать буду Ваше оборудование Ваша система Да пожалуйста Пожалуйста И тут же выписывают мне пропуск Я захожу туда Иду смотрю Эти уголовницы Девушки тоже Которые в конге были Сидят Девушек вывезли в конге С закрытым Сидят Я у них подошел Спросил Где такая кучерявая Черненькая А это та Вот на приеме мыло Она вот в той комнатке Которая закрыта Там она принимает Конвейер такой Принимает мыло Ну хорошо думаю А там говорит этот Вы не идите Там стоит капитан милиции Женщина Надзирательница Вам ничего значит Не надо Да Плохо То есть не проникнуть мне И вдруг я увидел человека Который шел в белом халате В эту В эту комнатку И я к нему подошел Говорю Слушай Друг У меня такая ситуация Невеста у меня попала И там находится Он говорит Я ничем помочь не могу Там стоит капитан Милиции Я говорю Знаешь что Говорю И я поднял пол Своего Пальто А у меня там была Бутылка коньяка Я показал ему Бутылку коньяка Он тут же снял халат Отдал его мне А бутылку коньяка Я отдал ему И я зашел туда Хорошо что значит В кепочке Потому что После на 15 суток Когда сажают Я до этого сидел Лысина выдает Но у меня значит У меня была такая кепка И я зашел И спросил Как дела Она говорит Все нормально Вы знаете Говорит Вы здесь работайте А я за другими Должна посмотреть Я пойду Я говорю Будьте спокойны Все будет в порядке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому